В этих криопробирках хранится, пожалуй, самое ценное сырьё. Банк клеток, из которых создаётся препарат для лечения бесплодия у мужчин и женщин. Сложный биотехнологический синтез требует и особых условий. Чистые помещения, одноразовая стерильная одежда. Полный цикл очень длительный, и на каждой стадии есть риски потерять данный продукт. Поэтому мы относимся к этому производству очень аккуратно. Препарат применяется в процессе экстракорпорального оплодотворения. Примопор уже использовался в 50 российских клиниках для терапии 8 тысяч пациентов. На Урале выпускают первый и единственный в России препарат, который составил серьёзную конкуренцию импортным аналогам. Завод «Медсинтез» без малого почти 20 лет уже занимается импортозамещением лекарственных препаратов. Ради этих целей производство создавали буквально с ноля. И здесь всё соответствует строгим требованиям. А всё начиналось с инфузионных растворов, что вводится пациентам внутривенно. Например, те же растворы натрия хлорида или глюкозы. Когда на страну обрушились первые санкции в 2014 году, на «Медсинтезе» наладили выпуск жизненно важного инсулина во флаконах, картриджах, одноразовых и многоразовых шприц-ручках на замену препаратов из США, Франции и Дании. С 2014 года мы, в общем-то, заместили все виды инсулинов. Это как геноинженерные инсулины, так и аналоговые. Параллельно шла работа над противовирусным триазавирином. Уже сегодня этот препарат рекомендован для лечения не только гриппа, УРВИ, клещевого энцефалита, но и новой коронавирусной инфекции. Триазавирин полностью отечественный. Здесь отказались от закупок у зарубежных компаний. В результате приобрели независимость от валютных колебаний. А значит, выгодную цену для потребителей. И самое главное, качество стало выше. Субстанцию производят здесь же. В данном реакторе идет процесс кристаллизации субстанции триазавирин. Потом ее отфильтруют, высушат и только потом уже упакуют в капсулы. Обязательно проверят качество. В год здесь могут выпускать до 28 тонн препарата. Это миллионы капсул. Фармацевтическое предприятие полного цикла соответствует международным требованиям и стандартам. Выпуск лекарственных препаратов в круглосуточном режиме. Оборудование, конечно, по большей части импортное, но и запас комплектующих был всегда. К тому же некоторые узлы, например, на этой немецкой упаковочной линии удалось заменить отечественными. На этой линии этикетировки сломался привод и обкатки. Что сделали? Взяли привод от стеклоочистителей КАМАЗа и установили на данную машину. Предприятие готово и к новым вызовам импортозамещения. Современная научно-исследовательская лаборатория, высокотехнологичное оборудование и, самое главное, специалисты. Все есть для того, чтобы выпускать любые препараты на основе моноклональных антител, если возникнет необходимость.